Значит, традиции как бы фистеховские и НГУ, брат как бы младший, фистеха, значит, песенные состоят в том, что там было очень много песен про физику. Я когда туда приехал, я был изумлен вообще, что люди делают. То есть они просто брали учебники и перекладывали на текст. Ну там 20 песен, там мюзикл. Ну в общем это краткий курс физики, немножко квантов, немножко статов, в основном классика. Вот, и значит, ну как бы, спасибо, как-то неожиданно вы захлопали, я не понял, что я сказал. Ну ладно, значит, а потом, ну как, надо было что-то выбирать, я выбрал такую песню. Мне кажется, что она наиболее ассоциативна. Жил да был, жил да был, жил да был один король, или был он просто кумом-королю. Звался он Луи де Бройль, звался он Луи де Бройль, и как о физике о нем я вам спою. В те времена была теория одна, корпускулой считали электрон. Ага, но для Луи была она не так стройна. Решил Луи, все верно, но пардон, все может электрон, и поглотив фотон, он может перейти на уровень иной. Но что ни говори, чтоб сразу в две щели, не надо это быть, надо быть волной. Это надо быть, надо быть волной. Яшню, 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 Луи сказал, и обрел авторитет у всей земли. Но какой же был скандал, ах, какой же был скандал, ведь это Планк сперва сказал, а не Луи. И у частицы волн сумел добиться он взаимопонимания и любви. Но попадись ему, хоть Гюйгенс, хоть Ньютон, не стал бы я завидовать Луи. Ага, все можно смыть волной, все можно смыть волной. И мир огромный полн миллионов разных волн. Коль можно на волне прославиться вполне, а может повезет, повезет и мне. Наверно повезет, повезет и... Спасибо.